Меня зовут Кирилл Мамонов и, собственно, как Саша и анонсировал, сегодня я расскажу, как не потеряться, моделируя риски потери отправлений. Кто я такой и почему я буду вообще об этом рассказывать? Я главный аналитик отдела монетизации данных компаний Почта Тех. У меня профиль на IT-образование, сейчас это актуально. У меня более шести лет опыта работы в ML-проектах, как в R&D-центрах, так и в индустрии. Пару слов о компании. Мы разрабатываем сложные цифровые продукты Почты России в Почте Техе. По факту мы являемся IT-дочкой Почты России. Мы уже разработали больше 120 IT-продуктов, и сотрудников в нашей компании более тысячи. Сейчас мы приближаемся к полутора тысячам сотрудников. Ну и вернемся, собственно, к самой теме доклада. Наверняка каждый из вас пользовался услугами Почты России за всю свою жизнь хотя бы раз. Ну и вот наши стандартные герои, Петя решил отправить Васе посылку. И сказал, мол, заберешь в отделении у дома. И случилась какая-то проблема. Посылка не дошла до Васи. Кого остается винить Васе? Ну только Почту России. Он ведь должен был забрать посылку в Почту России и не забрал. Не сумел. Не сумел Почту России, значит ее доставить. Но не все так просто. Оказывается, Петя находился в отпуске в Китае и отправил посылку оттуда. И тут у нас появляется еще один квадрагент. Гатконская почта, например. Которая тоже участвовала в доставке этой посылки. Кроме того, не будем забывать, что мы находимся в рамках международных отправлений. А это значит, что у нас еще существует граница. И на границе существует таможня. То есть вот так выглядит таможня, на которой тоже происходит досмотр отправления. И, собственно, выпускают это отправление или не выпускают. Одновременно с этим, даже по территории России посылку доставляет не какая-то единая эфемерная почта. Посылку доставляют через логистические узлы. То есть даже после прохождения границы посылка переходит от узла к узлу. В каждом логистическом узле знают, что если посылка едет в такой-то город, то ее из конкретно этого логистического узла оптимально будет направить через какой-то другой логистический узел. И, собственно, постепенно посылка продвигается к получателю. Собственно, целью нашего моделирования стала предсказать вероятность обрыва цифрового следа отправления. То есть посылка едет, с ней производятся какие-то операции. Все эти операции поступают в единое хранилище данных, собственно, формируя таким образом цифровой след отправления. И если с посылкой что-то произошло, то ее цифровой след неожиданно для нас прерывается. Корректным прерыванием цифрового следа отправления является, собственно, вручение получателю. И мы моделируем вероятность риска того, что на данной операции произведет обрыв цифрового следа. Данная операция станет последней, неожиданно последней для данного отправления. В общем-то, задача очень схожая с стандартными системами антифрода физических объектов. То есть по факту мы можем назвать эту задачу антифродом физических объектов. И в целом она популярна не только в логистической отрасли. Но с бумом доставок, собственно, я думаю, все из нас понимают, что антифрод физических объектов набирает все большую и большую популярность как прикладная задача. В общем-то, перейдем к самим данным. К самим данным. Без данных мы не можем моделировать никакой процесс. Поэтому от физического мира переходим в цифровой. Собственно, основным костяком данных стала информация об операциях над конкретным отправлением. Соответственно, операция характеризуется идентификатором отправления, местом, где произошла операция, временем и, собственно, что это была за операция. Зачастую отправления едут в машине, в какой-то, в поезде или на самолете не россыпью, а в какой-то емкости. Соответственно, частыми операциями является запаковка в емкость, распаковка в емкость, пересортировка разных емкостей в соответствии с оптимальными маршрутами каждого из отправлений. Но этих данных недостаточно для того, чтобы предсказать, а будет ли данная операция для отправления неожиданно последней или не будет. Потому что, собственно, у нас на одном и том же объекте почтовой связи происходит огромное множество операций. Они в целом имеют схожие типы, то есть могут иметь схожие типы. С разными отправлениями происходит один и тот же тип операции, например, распаковка емкости и пересортировка данного отправления. Собственно, поэтому мы дообогатили исходные данные еще тремя блоками. Вторым блоком стало характеристическое описание отправления. Тут мы знаем, кто отправитель, кто получатель. По данным с бирок мы понимаем, что есть в содержимом. Данная информация направляется отправителям, в том числе на таможню, потому что есть определенные регламенты, какие отправления могут пересечь границу, а какие отправления не могут пересечь границу. Вот, собственно, третьим блоком являются характеристики объекта почтовой связи. То есть, собственно, по индексу мы можем охарактеризовать данное отделение или логистический центр, где он находится, какое там оборудование, какой в целом тип это объекта почтовой связи, так как существуют закрытые сортировки, такие, как вы можете видеть на моем видео. Так и, собственно, те отделения почтовой связи, в которых вы получаете ту или иную посылку, письмо или какое-то другое отправление. И динамические характеристики индекса – это, собственно, все, что связано с людьми и объемами, которые проходят через этот индекс. Люди здесь участвуют как обработчики отправлений. Собственно, они задействованы в обработке отправлений. Они могут отметиться в обработке отправлений. А может так случиться, что поле с именем человека, который обрабатывал отправление, не заполнено. И, в общем-то, разбивка этих общих объемов, которые проходят через данный индекс, значительно помогла нам при нашем процессе моделирования. Что здесь хочется отметить? То, что грамотный расчет динамических фичей может помочь и вам, собственно, в процессе, если вы захотите моделировать риск физических объектов, риск потери физических объектов. Что касается самой полноты данных, с точки зрения их разнородности по классам потери или не потери, то есть произошел обрыв цифрового следа или не произошел, то из более трех миллиардов отправлений мы насамплировали себе 1 миллион отправлений, в которых произошел обрыв цифрового следа, и 2 миллиона отправлений, в которых не произошел обрыв цифрового следа. Зачем мы так сделали? По результатам наших экспериментов модель с относительно сбалансированной выборкой показала более хорошее качество. Ну и, в общем-то, в этом плане мы были относительно свободны в объемах сэмплирования, то есть нам было из чего сэмплировать, в этом был плюс, но вычислительные мощности наши, конечно же, были ограничены. И, собственно, тот объем, который нам было комфортно и вообще реализуемо обработать, составил 80 миллионов операций. Собственно, эти объемы операций над отправлениями и легли в основу модели. Соответственно, у нас есть 80 миллионов операций, где каждая операция охарактеризована четырьмя блоками данных. Характеристики самой операции, характеристики отправления, которые едут, и с которыми происходит эта операция, статические характеристики индекса, в котором происходит обработка этого отправления, и динамические характеристики индекса, в котором происходит обработка этого отправления, и динамические характеристики, собранные за предыдущий период. То есть они отвечают нам на вопрос, как подобные отправления обрабатывались с точки зрения людей и объемов. После того, как мы разобрались с данными, мы перешли к разбивке общего объема данных на тренировочную и тестовую выборки. Как люди последовательные начали с тестовой выборки, выделили один конкретный месяц, убрали вручение, то есть сам факт того, что корректно завершился путь отправления, для нас уже является причиной того, что 100% не произойдет никакой потери. И взяли только последнюю операцию для каждого отправления. Почему только последняя и почему только она нам была важна в процессе нашего тестирования? Допустим, с отправлением за этот месяц произошло 10 операций. Тогда возьмем первые 9 операций. Что мы о них можем сказать с точки зрения нашего целеполагания? Эти операции точно не стали обрывом цифрового следа отправления. Ведь у нас есть 10, которая продолжила цифрового следа отправления и отправление не потерялось. Соответственно, мы опять же ставим вероятность 0, что на данной операции, на данных 9 операциях, произошел обрыв цифрового следа. Для нашего процесса моделирования эти операции, они абсолютно не важны. Мы даже модель на них не запускаем. Мы просто из здравого смысла можем сделать само предсказание. А вот на 10 операции у нас существует некая неопределенность. Будет следующая операция с этим отправлением или не будет? Какова вероятность, что не будет? Собственно, для ответа на этот вопрос мы формируем обучающую выборку, в которой остаются только операции с отправлениями, которые не вошли в тестовую. И их путь берется по дням. Так как запуск расчета вероятности происходит в ночь, например, в конце месяца, то для нашего моделирования существуют характерные операции, на которых в определенное время заканчивается обработка отправлений. Ну, приведу пример. Происходит обработка отправления в каком-то конкретном индексе. И, допустим, обработка этого отправления подошла к этапу, когда можно это отправление передавать уже в следующий логистический центр. Но, например, в 5 часов вечера нельзя конкретно в этом индексе передать отправление в следующий логистический центр. Просто потому что приедет машина, заберет это отправление, перевезет в другой логистический центр, но время уже будет нерабочее, его там некому будет принять. Исходя из вот этого примера, можно убедиться в том, что те самые характерные операции, которые происходят с отправлениями, в конце дня они существуют, и они действительно имеют логичное обоснование. А это критично для моделирования процесса. То есть, когда вы переносите что-то из реального мира в цифровой, стоит задумываться о том, как в реальном мире эти процессы устроены и с чем они связаны. Вот это один из примеров того, что позволило нам улучшить свое моделирование. Конечно же, после того, как вы разобрались с данными, и это первая точка, где вы могли потеряться, ну, допустим, вы ее прошли успешно, вы молодцы, вы разделили данные на тестовую и обучающую выборки, тоже не произошло никакого даталика, то есть вы не отдали в обучение модели те данные, на которых вы будете ее тестировать. Она не заглядывает в будущее, она не знает о том, о какой же вердикт будет у конкретно тех отправлений, которые вы будете использовать для тестирования модели. Соответственно, вы и во втором шаге молодцы, и разделили корректно выборку на тестовую и обучающую. Стоит вопрос о подходах. А какую же модель вы будете обучать на этих данных? Мы для себя выбрали два возможных пути. И, собственно, так как данные у нас последовательные, то есть если мы предсказали высокую вероятность обрыва цифрового следа, допустим, на третьем шаге, то глупо предсказывать высокую вероятность на пятом шаге, потому что, собственно, мы же уже говорили о том, что на третьем шаге она высокая. Соответственно, скорее всего, целевое событие произойдет на третьем шаге. А это значит, что каждая операция влияет на следующую. И в этом плане корректным выглядит подход применения рекуррентных нейронных сетей. Ну и, собственно, классические модели классификации стали вторым вариантом, так как вот эту последовательность вы можете внедрить и в сами данные обучающие. И, собственно, модель уже на этом этапе, на этапе просмотра данных при грамотной постановке сумеет использовать эту информацию. Но, следуя за хайпом, мы пошли в сторону рекуррентных нейронных сетей. Могли подумать вы, но нет. Мы пошли использовать классические модели классификации. Собственно, две наиболее важные причины, которые нас побудили к этому. Первое – это то, что бизнес хочет интерпретируемость. Бизнес хочет понимать, почему модель сказала, что именно эта операция для именно этого отправления с высокой вероятностью станет последней. А такая же операция для другого отправления имеет вероятность обрыва цифрового следа на этой операции низкую. Почему так произошло? А второй фактор – это вычислительные ресурсы. Собственно, для обучения мы используем довольно большой массив данных. И у нас существует определенное ограничение по тому объему оперативной памяти, по в целом мощностям вычислительных ресурсов, которые мы используем в своей работе. Собственно, проведя несколько экспериментов, мы получали как плохие результаты, так и хорошие. Обычно сначала плохие, потом хорошие. Попробовали много разных моделей. Для некоторых моделей отправления и операции с ними, операции, которые стали обрывом цифрового следа, и те, после которых успешно продолжилось движение отправлений, они были неразделимы. Попробовали и ансамбли между разными моделями, которые в отдельности показывали неплохие результаты. Собственно, на слайде вы можете видеть распределение вероятности обрыва цифрового следа по нашим двум классам операций. Операции отнесены либо к классу успешной доставки, то есть после этой операции была произведена еще какая-то операция, и, соответственно, не произошло обрыва цифрового следа отправления. А, собственно, второй класс – это один из самых критичных для нас – это, собственно, обрыв. В итоге мы пришли к модели бустинга из IGBM. Она показала хорошее качество даже уже из коробки. При этом большинство моделей, которые мы тестили из коробки и потом еще немного тюнили, не могли дойти до качества модели бустинга из IGBM из коробки. Собственно, на слайде вы можете видеть в левой части распределение вероятностей, которые мы получили. На правой части качество, количественные показатели качества при пороге отсечения по вероятности 0.1. То есть все, что выше 0.1, относится к обрыву цифрового следа отправления. Все, что ниже 0.1, относится к успешному дальнейшему прохождению и отправлению текущей операции. Собственно, на что обратил внимание бизнес? Для бизнеса оказалось интересным то, что распределение вероятности действительно выглядит здраво с точки зрения просто обычного смысла. у нас не так много отправлений, которые потеряются с вероятностью 95-100%. Собственно, таких отправлений и не может быть много. И при этом основной объем отправлений, на которых, собственно, произошел обрыв цифрового следа, имеют вероятность от 0.3 до 0.5. Это можно объяснить и с точки зрения обывателя. Допустим, мы детектировали человека, который намеренно производит какой-то фрод, то есть производит кражу отправлений. Собственно, в реальной жизни, если даже данное какое-то отправление должно попасть к этому нехорошему человеку на обработку, может произойти много внешних событий. Это отправление может быть отправлено на обработку другому человеку, который задействовал в обработке подобных отправлений. Этот нехороший человек может отвлечься там, отойти куда-то по другим своим должностным обязанностям. И, соответственно, не произойдет кражи. Соответственно, что касается количественных, показателей качества модели, то здесь у нас высокая точность предсказания успешной доставки, то есть успешного прохождения этой операции отправления. И высокая полнота предсказания обрыва цифрового следа отправления при этом не самая плохая точность. То есть мы знаем о 97% отправлений, в которых произойдет обрыв цифрового следа, и знаем, что точность нашего предсказания больше, чем 2 третьих. То есть из того объема, который мы предсказали, что потеряется, только один из трех успешно продолжил свое движение. Ну и, собственно, если посмотреть на параметр support, то можно заметить, что у нас получился примерный баланс классов на тестовой выборке. И, собственно, это связано с той архитектурой решения, то есть той разбивкой на обучающую и тестовую выборку, которую я описывал на предыдущих слайдах. Как я говорил, бизнес хочет интерпретируемости модели, хочет понимать, почему именно такое предсказание модель выдала, а не какое-то иное. Соответственно, мы воспользовались, и здесь на слайде я демонстрирую две из множества, два из множества вариантов интерпретации модели. Собственно, на общий фич импотанс, который показан на слайде слева, можно отметить, что наиболее важным для предсказания ожидаемо стал индекс операции, и, собственно, что же это было за операция, какой у нее тип, какой у нее атрибут. А вот следующим блоком из пяти фичей идет как раз блок динамических фичей. Как я отмечал на слайде о данных, динамические фичи крайне показательны для, собственно, моделирования динамического процесса. То есть у вас происходят непрерывные изменения в ваших как внутренних процессах, так и внешние факторы какие-то влияют. Все это отражается на динамических характеристиках вашего процесса. В нашем случае это было, собственно, объемы и люди, которые обрабатывали отправление. И если мы пойдем, например, по самим фичам, то наиболее важной фичой из динамических у нас оказалось количество различных людей, которые на данном индексе обрабатывают отправление подобного типа. Обрабатывали их месяц назад. Мы взяли для себя временной горизонт расчета динамической фичи месяц назад. Вот как подобные отправления обрабатывались месяц назад на данном индексе. Собственно, следующий по важности идет общее количество, а сколько отправлений подобных обрабатывалось на данном индексе, и люди отметились, что это именно они обрабатывают это отправление. Следующий по важности идет общий объем, сколько прошло через данный индекс, сколько отправлений прошло без имени человека, который их обрабатывал, и какой объем отправлений, вне зависимости от типа отправлений, то есть посылка это было, письмо это было, или какой-то иной тип бандероль, прошло через этот индекс. Собственно, характеристики данного индекса, как подобные отправления, обрабатывали месяц назад. На правой части слайда вы можете видеть визуализацию шапом, интерпретацию шапом нашей модели, цветовой гаммой показаны фичи, фичи, которые имеют количественную природу, числовую природу, а серым показаны фичи категориальные. Те фичи, которые имеют часовую природу, покрашены от красного до синего. Красное – это большое значение у этой фичи, синее – это маленькое значение этой фичи. Собственно, в чем отличие, и почему мы не можем категориальные так же покрасить? Если вы добавите единичку к номеру индекса, то у вас изменится объект почтовой связи. А если вы добавите единичку к весу, например, то это значит, что вес конкретного отправления изменился и стал больше. И это изменение, оно произошло качественно с этим отправлением. Не просто изменился какой-то объект, соответственно, уже никакой привязки может и не быть. А это именно с вот этой характеристикой произошло какое-то изменение, и мы можем ее охарактеризовать. Ухудшилось что-то или улучшилось? Больше стало или меньше стало? Собственно, из второй визуализации мы, например, отметили для себя, что если в отправлении едет набор чего-то или в отправлении едет что-то, связанное с телефоном, будь то сам телефон или аксессуары к телефону, то вероятность обрыва цифрового следа подобного отправления повышается. Как по данной визуализации определить, повышается или понижается? Собственно, у нас есть две полуплоскости. Положительная полуплоскость относительно нуля, который помечен внизу этой картинки, и отрицательная полуплоскость. Если значение sharp value лежит в положительной полуплоскости, то вот в нашей постановке задачи это значит, что вероятность целевого события увеличивается. Если вы отрицательный, то из-за такого значения данной характеристики вероятность целевого события, обрыв цифрового следа, уменьшается. Кроме того, мы отметили, что если вы один, или вас мало обрабатывает подобное отправление в данном индексе, то низкая вероятность обрыва цифрового следа на данной операции. Интерпретировать это можно как то, что знают, что именно вы обрабатываете, и, соответственно, если что-то произойдет, то именно к вам придут. Если вас много обрабатывает подобное отправление, то легче затеряться, и от этого вероятность растет. Но понятно, что в крупных логистических центрах сложно отказаться от большого числа сотрудников, собственно, ввиду объемов, которые приходят. и поэтому мы обнаружили несколько применений для данной модели. Собственно, первое из применений это HR-процессы в объектах почтовой связи. Что я имею в виду и как вообще применять? В соответствии с предсказанием модели мы можем построить риск-профиль каждого объекта почтовой связи и совместно с HR-департаментом собственно либо улучшить процесс по подбору кадров, либо произвести административные переустановки, чтобы человек, который настроил качественный процесс в одном объекте почтовой связи, сумел настроить аналогичный качественный процесс в другом объекте почтовой связи. Второй вариант применения этой модели это, конечно же, служба безопасности, но здесь важно, чтобы объемы тех отправлений, которые мы с высокой долей вероятности предсказали как кандидатами на обрыв цифрового следа, они были не столь велики, то есть, чтобы эти объемы сумела обработать служба безопасности, и чтобы точность нашего предсказания в районе высокой вероятности была близкая к единице, практически равнялась единице, и лишь немного от нее отличалась. И третий относительно нестандартный подход к применению подобной модели, который не сразу приходит в голову, это тарифы. Если вы знаете, с какой вероятностью отправление будет потеряно, вы знаете и цену отправления, соответственно, вы можете посчитать, какие резервы нужно заложить для вашей логистической сети, посчитав по всем отправлениям, собственно, мат ожидания, а сколько вам потребуется возместить денежных средств. И исходя из тех резервов, которые вам потребуются, выставлять контрагентам, нашим партнерам, те или иные тарифы на доставку. также вы можете, зная, какой будет путь у конкретного отправления, заранее посчитать, какой у него риск и уже в процессе заявки на доставку этого отправления осуществить динамическое изменение тарифа. вот такие три кейса мы увидели для себя и, собственно, внедрили в процессы. в целом моделирование риска физических объектов может помочь вам как улучшить внутренние процессы, так и клиентский опыт. и мой совет, если это актуально для вашей отрасли или вашей компании, обращайте внимание на динамические характеристики, которые характеризуют ваш внутренний процесс. На этом у меня все. На слайде мои контакты, мой телеграмм, моя почта. Сейчас я перейду в нашу среду для нетворкинга, где вы сможете задать мне интересующие вас вопросы.